С вами Наталья Якузина. Добрый вечер. Пятница вечер. Подведем итоги недели вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателевым. Будем говорить о политике, о поведении публичных людей и, как всегда, ответим на вопросы наших радиослушателей. 20 минут пролетят незаметно, ведь с нами всегда интересно. Эрнест Юрьевич, добрый вечер. После того, как наши передачи выйдут в эфир, радиослушатели звонят, реагируют, высказывают свое мнение, отношение к тому, что услышали. Вот несколько вопросов от наших радиослушателей. Напомните, пожалуйста, календарь выборов, важных для Ульяновской области в 2021 году. Чего ждать, к чему готовиться? С календарем все понятно. У нас единый день голосования в сентябре. Всю страну ждут выборы депутатов Государственной Думы. И Ульяновская область ждет эти выборы, и выбор губернатора Ульяновской области. Это тоже сентябрь 2021 года. Думаю, тут две важные избирательные кампании. Вопрос-то, который прозвучал от радиослушателей. Чего ждать? К чему готовиться? Он с подковыркой. К чему плохому, что ли, готовиться? Держать ушки на макушке, чтобы знать, чтобы не ошибиться. Ну, к чему плохому можно готовиться? Я не вижу ничего плохого, потому что более-менее понятна рекогностировка. Более-менее понятно, кто пойдет на эти выборы. Потому что пойдут парламентские партии. Это те партии, которые сегодня в парламенте представлены. Это Единая Россия, это Коммунистическая партия Российской Федерации, это Справедливая Россия, это ЛДПР. Вероятнее всего, пойдут еще новые политические объединения. Они заявили о себе на прошедшем едином день голосования и получили определенный объем представительства, то есть мандатов в региональных собраниях разных территориях. Партия «Новые люди», партия «За правду». Я имею в виду те партии, которые без подписей могут идти. Им легче всего идти на выборы. Если у них есть представитель какой-то уже в законодательном собрании какого-то региона, то можно идти без подписи. Это, естественно, коммунисты России. Если не ошибаюсь, кто-то еще вроде «Родина и Зеленая альтернатива», могу ошибиться. Но еще будет объем партий, которые будут собирать подписи. Да будет обычная избирательная кампания. Понятно совершенно, что наиболее весомые показатели должны набрать основные политические партии, которые уже представлены давно в парламенте. Ну и новички, я думаю, сыграют неплохо. Судя по тому, как шли выборы в региональные собрания, то они в регионах некоторых взяли определенный объем мандатов. Та же партия «Новые люди», партия «За правду» получила какое-то представительство. Я думаю, что они, конечно, сыграют свою роль и на выборах в Государственную Думу. Показательный, в этом смысле, в Ульяновской области, потому что не было выборов по партийным спискам в Городскую Думу. Но, тем не менее, были разного рода общественные объединения, которые выдвигали своих кандидатов. В частности, было такое движение «Против всех», тоже выдвигало своих кандидатов. У них была достаточно яркая кампания, заметная. Ну, так вот, кандидаты «Против всех», несмотря на то, что это были одномандатники, это было не голосование за списки партийные, это были одномандатники, тем не менее, в ряде округов представители этого движения обогнали, в том числе, «Справедливую Россию». По-моему, где-то ЛДПР обогнали местами, где-то КПРФ, глава к голове шли. Поэтому запрос на новые политические объединения, конечно, есть, на новых людей в политике, конечно, есть. Я думаю, что какие-то люди обязательно заявятся во всей этой истории. Вот такая будет кампания. Я не думаю, что она сильно загадочная. Но обыкновенные выборы. Мы к ним уж привыкли. Раз в пять лет мы выбираем Государственную Думу. Когда радиослушатель мне позвонил, и мы с ним обсуждали вот эту тему, чего ждать, к чему готовиться, он сделал ссылку на выборы в США. Я говорю, а почему вы ждёте плохого-то? Они говорят, вон, Америка заявляет о том, что это самая демократическая страна, а выборы на самом деле оказались самыми коррумпированными, как сам Трамп подчеркнул. Мы хотим, чтобы от выборов к выборам они каждый раз были чище, прозрачнее. Но вот Америка показывает, что даже опыт не помеха тому, чтобы выборы могли оказаться вот такими, как в США. Смотрите, во-первых, надо исходить из того, что выборы президента в Соединённых Штатах Америки и выборы депутатов Государственной Думы в России – это просто вообще разные выборы. Количество участников разное. Важно понять. Количество участников разное. Количество заинтересованных лиц, структур, ну, больше. Просто когда выборы в Государственную Думу, просто субъектов больше этого процесса и участников этого процесса больше. И, соответственно, конечно, за частотой выборов следит большее количество людей. Просто объектив, потому что партии больше. Это одна страна вопроса. Вторая страна вопроса – состояние страны, которую мы сегодня обсуждаем в Америке, специфическое. Америка находится в ситуации, по сути, гражданской войны. У меня есть приятель, который тогда уехал в году, наверное, в 98-м, как раз, был кризис. Это еврейский юноша и шахматист, племянник знаменитого советского шахматиста Льва Полугаевского. Есть такой большой шахматной семьи. Ну, и как всякий представитель еврейской интеллигенции, все время боялся, что погромки какие-то начнутся. Уехал в Штаты. Ну, боялся в 98-м год, кризис уехал. Ну, и периодически приезжает к родителям, мы с ним встречаемся. Я говорю, Феликс, ну, как там дела? Он говорит, ты знаешь, как в России в 93-м году, в октябре. Помните? Октябрь 93-м. Вот у нас, говорит, в Штатах сейчас. Он, естественно, сторонник демократов, он не любит Трампа. Но парень не глупый и образованный. И он объективно оценивает ситуацию. Он говорит, что вот, прожив в Америке порядочное количество лет, с 98-го года уже больше 20-ти. Он нормальный, американский гражданин со всеми признаками этой американской жизни. Он говорит, что мы находимся на грани гражданской войны. Это он говорил до того, как там стали происходить вот эти все события, связанные с Флойдом. Я думаю, что ситуация еще острее на сегодняшний день. Поэтому, что Америку обсуждать? Америка находится в ситуации политической нестабильности. Очень жесткой политической нестабильности. И мы в этом смысле находимся в более спокойной ситуации, как ни крути. Следующий вопрос. А вот на ваш взгляд, идеальный депутат каким должен быть? Вот вы критикуете Горлопанов. Наш радиоуслушатель не согласен и говорит, но они ведь такие яркие личности, они лидеры. Как говорит сейчас молодежь, они просто зажигают. Если вы имеете в виду ребят с КПРФ, Алексея Куринова и Рата Гибаденова, я критикую не за то, что они яркие, за то, что они зажигают. Я критикую за то, что они бессодержательные. Это разные вещи. Можно быть ярким, но содержательным человеком. Человеком, у которого есть программа, человеком, у которого есть взгляд на развитие и человеком, у которого есть представление, как он это реализует. Вот Ленин был яркий человек, яркий лидер. Зажигал? Я зажигал. Есть такая партия, шумел. Много кто из его товарищей по политическому движению по партии были люди-зажигательные. По-другому не могло быть тогда, потому что когда не было телевидения, радио, надо было на площади людям все, что-то рассказывать, на митингах. И были люди в партии, конечно, более яркие, чем Владимир Ильич, тоже зажигали. Были менее яркие. Более яркий был Трунский, менее яркий был Сталин. Но так или иначе зажигать приходилось всем. Но так или иначе у людей было, во-первых, какое-то представление о том, чего они хотят добиться, куда они двигаются, и представление о том, какие у них есть инструменты для достижения цели. Были политические программы, экономические программы, а самое главное был определенный уровень подготовки для этого. Просто грамотности. У Ленина-то посмотрите, у него там 50 томов собственных произведений. Я не думаю, что у тех горлопанов, которых мы иногда обсуждаем, библиотека из такого количества томов личная состоит. Я не уверен, что они вообще это прочитали. В фоне собрания сочинений Ленина, конечно, фотографироваться, но я не думаю, что хотя бы одну из книжек они до конца прочитали и осознали вообще. То есть фокус заключается в том, что тот же марксизм – это попытка научного объяснения социальных процессов и использования научных представлений о социальных процессах и экономических процессах на практике. Я не думаю, что у этих горлопанов есть хоть какие-то научные представления о развитии общества и экономики в целом. Поэтому, когда мы обсуждаем этих людей, мы их критикуем не за то, что они яркие, а за то, что они бессодержательные. Если у вас на глазах господин Гебазинов хочет отнять у сельского хозяйства деньги просто потому, что не понимает, что отняв у сельского хозяйства деньги на переработку, он повезёт к тому, что в бюджете областном денег не останется. То есть он забирает из одного кармана, думает, что положит в другой карман, а в результате решает оба кармана денег. Или если, например, яркий и, безусловно, очень харизматичный человек Алексей Куриный врывается в ковидный госпиталь, бегает по территории этого ковидного госпиталя, фотографирует там всё вокруг, включая морг, выкладывает это всё в интернете, всё это обсуждает бурно со своими подписчиками. Только вопрос ведь в чём? А какая конкретная поддержка и помощь от этого федерального политика, от человека, который является депутатом Государственной Думы, пришла конкретно в здравоохранение Ульяновской области, потому что, как член комитета по здравоохранению, как человек, у которого есть статус, надо ходить по кабинетам, надо подделать бумажки и ноги, надо помогать исполнительной власти, несмотря на то, что у тебя с ней есть политические разногласия, в том, чтобы решать какие-то задачи. Морозову помогать, министру здравоохранения региональному помогать, реальные задачи решать. При этом никто не мешает параллельно шуметь на улице. Я знаю много ярких политиков, неплохо знаю прекрасного яркого политика такого Александра Евсеевича Хенштейна, депутата Государственной Думы. Он очень яркий парень, он очень хорошо зажигает и на телевидении, в ток-шоу, и на площади, и в общении с людьми. Всё здорово. Но при этом он занимается реальной практической деятельностью, как депутат Государственной Думы, и всё, что касается, например, решения проблем дольщиков, очень трудные проблемы, которые есть в стране, сложились в определённое время, когда долевое строительство было недостаточно отрегулировано. Вот всё, что есть, там на 80% это заслуга Александра Евсеевича Хенштейна, который постоянно участвовал в процессах законотворческих, чтобы создать специальные фонды страхования защиты дольщиков. И потихонечку, потихонечку мы пришли к сегодняшнему положению вещей, когда обманутых дольщиков просто не будет, потому что есть так называемое проектное финансирование. Долгая работа проделывалась человеком. И мне рассказывали многие строители российские, как он помогал им в рамках государственно-частного партнёрства организовывать строительство социальных объектов, школ, медучреждений. Вот это реальная работа депутата Государственной Думы. Надо это уметь делать. Коммунисты, например, там есть Леонид Калашников, это человек крупный яркий коммунист, но он занимается международной повесткой в Комитете по международным делам. Ну, это активный участник огромного количества политических процессов, связанных с внешней политикой страны. Тоже работа на результат для страны. Да, есть, конечно, какие-то, наверное, у него разногласия с той же «Единой Россией». Это другой вопрос. И он яркий человек, а он об этом говорит. Такой трибун. Но, простите, конкретную-то работу на результат нужно осуществлять. Результат нужен. Не только шум, но и результат. Поэтому, если мы рассматриваем политиков как звёзд шоу-бизнеса, которые нас хорошо развлекают, в этом смысле, конечно, люди, о которых мы сегодня вспомнили, прекрасны. Они собирают много лайков, вокруг них хайп, только толку никакого от них нет. Хотелось бы, чтобы был ещё и толк. Недавно в Государственной Думе во Втором чтении приняты поправки в закон о статусе сенатора и депутата. Как Вы считаете, а в чём была необходимость обсуждать и принимать эти поправки? Действительно, во Втором чтении был принят законопроект о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и о статусе депутата Государственной Думы. Но все эти поправки связаны с тем, что необходимо было привести в соответствие с новыми положениями Конституции, за которыми мы голосовали за поправки Конституции всей страной. Там есть, вгляд, поправок таких, связанных со статусом депутата. Человек может потерять статус депутата или сенатора в том случае, если он получил гражданство другой страны или вид на жизнь в другой стране. Сам по себе факт внесения этих поправок связан просто с тем, что надо привести в соответствие все законы с Конституцией Российской Федерации. Ну, а тут появилась такая новация законотворческая, с которой Алексей Владимирович Куриный обратился к своим коллегам по Государственной Думе. Странная очень, конечно, инициатива. У нас правом сохранять за собой место работы наделены женщины, которые уходят в декретный отпуск, рожать, а потом какое-то время воспитывать детей. Неожиданно совершенно для меня прозвучало вот это предложение зачем-то таким правом наделить еще депутатов Государственной Думы. У нас есть аудиопленка с комментарием Вячеслава Володина, председателя Государственной Думы по поводу поступившего предложения от Ульяновского депутата от КПРФ о том, что надо сохранить за депутатами, у которых истек срок полномочий предыдущие места работы. Слушаем, Володина. Во-первых, неправильно себе дополнительные гарантии записывать. Мы будем в этом. Алексей Владимирович, вы предлагаете гарантии расширения. 27 лет гарантии сохраняли, а теперь не будет. Будьте ближе к людям. Захотели идти в политику, это ваш выбор. Здесь заработная плата большая. А если хотите еще себе сохранить, куда вернуться, это опять на кого ложиться, на наших граждан. Если вы хороший врач, вас руками возьмут. В очередь за вами встанут. Во-первых, будут просить, чтобы вы не избирались. А если вы изберетесь, будут ждать, когда закончится срок ваших полномочий. А вы сейчас что хотите? Ушел поговорить в политику, поговорил, демагогией позанимался, а потом начнет с этой политической трибуны требовать себе большую должность, чтобы трудустраивала его вся страна. Выбрал себе путь тернистый, служить людям? Служи. А люди дальше твою судьбу решат. Вот так отреагировал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, на предложение ульяновского депутата об увеличении привилегии. Хотя мы-то как раз все время говорим об обратном, о том, чтобы эти привилегии уменьшить. Ваш комментарий, Эрнест Юрьевич. Володин достаточно хорошо все прокомментировал, даже добавить нечего. Я понимаю прекрасно, что, видимо, какие-то тревоги есть у ряда депутатов. И поэтому, когда маячит ситуация с изменением статуса, с тем, что они потеряют такое теплое место работы, возможно, с этим связано и то, что они волнуются, где же потом работать. Ну, действительно, если ты хороший доктор, всегда ты работу найдешь, особенно сейчас. Сама по себе инициатива, конечно, очень забавная. Такое ощущение, что Алексей Владимирович Кавурина находится в государственном декретном отпуске и хочет, чтобы этот декретный отпуск закончился гарантированным трудоустройством. Комментировать особо нечего, потому что Вячеслав Володин достаточно точно все сформулировал. Если человек попадает в эти коридоры Государственной Думы, обязательно кого-нибудь накрывает вот эта стрась с получением дополнительных гарантий, дополнительных привилегий. Кстати, у Алексея Владимировича там много забавных законопроектов. Его личных законопроектов, и эти личные законопроекты все были связаны с тем, чтобы к нему относились особенно. То есть все эти законопроекты, которые Алексей Владимирович Кавуриный пытался в Государственной Думе протолкнуть, они все связаны были с тем, что вот его любимого обижают чиновники, ему нужны дополнительные какие-то инструменты для того, чтобы к нему особенным образом относились. Вообще-то статусу депутата любого достаточно для того, чтобы все вопросы решать. Вообще статусу достаточно. Надо быть просто авторитетным депутатом. Тогда, наверное, все получается. Накануне мы отметили День прав человека, а поскольку мы с вами говорим о политике, давайте еще раз внимательно рассмотрим политические права и свободы, которые нам гарантирует Российская Конституция. Вот, например, статья 29-я гарантирует право на свободу мысли и слова. Возвращаясь к предыдущей ситуации с привилегиями для депутатов Государственной Думы, разве наш ульяновский депутат от КПРФ не имел права высказать свое предложение о сохранении предыдущего места работы после истечения срока полномочия в парламенте? Ну, ведь свобода мысли и слова. Такой праздник действительно есть. Он есть в календаре многих стран 1948 года, когда была принята Всемирная декларация прав человека. Генеральная ассамблея ООН, ну, это серьезная международная декларация. Действительно, там есть и статья, которая касается свободы слова. Ну, кстати, свобода слова касается не свободы, вот в чистом виде политического агитационного высказывания, а, конечно, все, что касается свободы слова, это касается в большей степени вашей Наталья профессии, то есть профессия журналиста. Касается это в большей степени свободы средств массовой информации, конечно же, и гарантии свободы средств массовой информации в соответствии законов, действующих в разных странах, принципам, свободы печати, свободы слова, печатного слова, медийного слова, свободы журналистской работы. Это, конечно, не про пропаганду и не про агитацию, но и не про то, что человек высказывает какие-то там мнения. Хотя, конечно, никто не запрещает Алексею Владимировичу высказывать мнение, он высказал на ту, она и свободу слова, чтобы особые таланты человека и его ценностные установки были видны всему миру. Стремление, например, к привилегиям и к особым гарантиям, чтобы они были видны всем. Ну, вот Алексей Владимирович Курин высказался по этому поводу, и все увидели вот эти его стремления, эти его интересы. Так что вообще свобода слова – это, конечно, серьезная ценность, как и другие права человека. И, конечно, политические свободы, и свободы выбирать, и свободы быть избранным. Конечно, это очень важные права, которые закреплены и в государственных актах законодательства разных стран, и в том числе в декларации прав человека, которая принята Генеральной Ассамблею ООН. Это важный день, который напоминает нам о том, что эти права человека должны быть сохранены. Не везде, на самом деле, действуют эти права человека, не везде они совершенно. Не все страны как бы соответствуют вот тем нормативам декларации прав человека. Ну, это такой идеал, к которому нужно стремиться. Мы вспоминаем об этом идеале в День прав человека. Мы подводим итоги недели вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателевым. Кто сказал, что политика – это скучно и неинтересно? Мы делаем это понятно и доступно для всех и для каждого. Эрнест Юрьевич, вот еще один вопрос от радиослушателей. Вы часто критикуете одних и тех же депутатов, а других молчите. А что, другие белые и пушистые? Вот это, знаете, так интересно. Почему вы критикуете кого-то? Ну, потому что я считаю, что деятельность тех людей, которых я критикую, неверна. Это не значит, что остальные белые и пушистые. Но, понимаете, какая вещь? Если вы конкретно коснетесь деятельности, например, ряда депутатов Коммунистической партии Российской Федерации, то я вам должен сказать, что их политическая активность особо паразитический характер носит. Вот, если брать работу этой партии на протяжении последних лет, года с 94-го, с 95-го, с 96-го, то вся эта деятельность построена на том, что Коммунистическая партия Российской Федерации десятилетиями эксплуатировала ностальгию старшего поколения по прошлому. Все это было след под гарантией сохранения Коммунистической партии как парламентской партии. С тех пор они имеют определенный объем мандатов, имеют государственное финансирование, миллиардное, имеют представительство в законодательных собраниях с хорошими зарплатами, с хорошим аппаратом, помощником, который там получает какие-то деньги. Не говоришь о том, как обеспечены депутаты государственные думы и так далее. Ничего в этом дурного нет, безусловно. Люди, которые занимаются законотворчеством, должны иметь все это. Спора нет. Но вопрос только в том, какие реальные ценности эти люди отстаивают, какой от них на самом деле толк. И вот я как-то летом общался публично в эфире одной из радиостанций с Алексеем Владимировичем Кулиным и спросил мне, Алексей Владимирович, скажите, а вы вот вообще сколько денег привели как депутаты Государственной думы в Ульяновскую область? Какой от вас реальный результат? Какая реальная польза? За каждым депутатом Государственной думы эта реальная польза есть. Кроме Алексея Владимировича, который мне ответил, прямо честно сказал, а никакой. Я, говорит, абсолютно убежден, что никаких денег ни один депутат Государственной думы привезти в регион не может. И это неправда. Потому что каждой бумаге необходимо приделать ноги, и чтобы эта бумага прошла по кабинетам, и чтобы получить под эту бумагу определенные решения, определенные подписи, получить, естественно, определенные финансирования, которые приходят определенным образом в регионы, реализуются в конкретный, в том числе, социальный проект. И это повсеместно так. Иногда, вот кажется, ничего депутат не делает. На самом деле он прекрасно помнит, что у него есть его большой избирательный округ, и вот он работает со всякими руководителями нефтяных предприятий, а не заводов, чтобы они вкладывались в территорию. Потому что ему избираться через какое-то время, ему нужно иметь там определенный авторитет. Не все белые, пушистые, просто кто-то какой-то результат дает, а кто-то только разговаривает, только агитирует. И вот те люди, которые только агитируют, они меня и смущают. Вместе с политическим консультантом Эрнестом Старателем мы подвели итоги недели, обсудили политические события, поведение публичных людей и, как всегда, ответили на вопросы наших радиослушателей. 20 минут пролетели незаметно. С нами всегда интересно. Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радиофилармония» и я, автор и ведущая проекта, Лариса Кувтина. Симбирск, как мы все знаем, его называли «Дворянское гнездо». Здесь были представлены самые именитые фамилии российских аристократов. В свое время Екатерина раздавала наделы в качестве награды «Симбирские земли». И здесь имели наделы земли известнейшие фамилии. Государственный духовой оркестр державы является продолжателем прекрасных традиций духового исполнительства, которые корнями уходят вглубь веков. История духовой музыки Симбирского края начинается в конце XVIII века, когда известный помещик, богатый меценат Николай Алексеевич Дурасов, страстный любитель театра и музыки, создает первый на Симбирской земле духовой оркестр. В те времена он назывался «Роговый оркестр», который участвовал в постановках его театра. Любимое развлечение дворянства в XVIII веке – крепостные театры. Они были поистине универсальными, в них ставились и драмы, и комедии, и оперы, и водевели, балетные дивертисменты. В Симбирской губернии было несколько крепостных труп. Дурасов содержал три труппы театральных в Симбирске, в Люблино, под Москвой, и в своем поместье Никольское на Черемшане. Для обучения актеров и музыкантов Дурасов приглашал известных деятелей искусства того времени. Он истратил все приданное своей жены, на постройку дворцов для своих театров и содержание артистов и музыкантов. В 1785 году меценат создал великолепный духовой оркестр, который в те времена назывался Роговой, для постановки оперных и балетных спектаклей. Это и был первый духовой оркестр на Симбирской земле. Меценат очень им гордился. Привозил из столиц духовые инструменты, приглашал лучших музыкантов, педагогов и дирижеров. Николай Алексеевич Дурасов был человеком весьма богатым и чрезвычайно хлебосольным. На его балы и пиры съезжалось дворянство трех губерний. Воспоминания о театре в Никольском оставил Аксаков. Вдруг задняя стена залы поднялась вверх и гром музыки поразил мои уши. Предо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей, держащих в руках неизвестные мне прекрасные музыкальные инструменты. Я был подавлен, изумлен, глядя на оркестр, где все музыканты ловко и проворно играли, извлекая чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары. Так были заложены традиции духового искусства Симбирского края, которые прошли испытанием временем, а современные духовые музыканты бережно их хранят. В 1864 году в Симбирске было организовано Общество любителей музыки по образцу русского музыкального общества, создано в 1859 году в Петербурге. Вскоре подобные общества появились в большинстве крупных культурных центров в Москве, в Казани, в Саратове, в Одессе, в Астрахани и многих других городах. Чтобы сделать классическую музыку доступной широким массам публики, музыкальные общества устраивали публичные концерты, открывали учебные заведения, учреждали конкурсы на создание новых произведений. Симбирское музыкальное общество возглавил дворянин, помещик, коллежский секретарь Сергей Николаевич Наяков, выпускник Михайловской военной артиллерийской академии, владелец крупных заводов элитных рысистых лошадей, прекрасный музыкант, получивший, как и многие аристократы, не только академическое военное образование, но и блестящее воспитание. Он в совершенстве знал пять иностранных языков, обожал духовую музыку, владел игрой на многих музыкальных инструментах. Деятельность этого общества была весьма успешной. Оно не только занималось устроением и проведением концертов, праздничных мероприятий, но и просветительской, издательской и образовательной деятельностью. Своей задачей Наяков считал создание городского оркестра и очень скоро осуществил свой план. Раньше в Симбирске был оркестр, который князь Трубецкой приобрел у известного любителя музыки, пензенского губернатора Панчулидзева. Но после пожара оркестр распался. Музыканты разъехались, были утрачены партитуры, инструменты. Сергей Наяков с большим усердием и знанием дела принялся за работу. Был создан оркестр сначала из 20 музыкантов-духовиков, который пользовался невероятной популярностью и любовью публики. Оркестр исполнял танцевальную, классическую музыку на балах, выступал с концертными программами во время праздников. Публика не отпускала музыкантов, просила бессировать снова и снова. Сергей Наяков постоянно расширял коллектив, ввел струнную группу, чтобы была возможность исполнять симфоническую музыку, ставить оперы. В 1869 году, во время посещения Симбирска цесаревичем Александром Александровичем и цесаревную Марией Федоровной, этот оркестр под личным управлением Сергея Наякова играл на парадном обеде и за удачное исполнение музыкальных произведений удостоился личной благодарности их высочеств. Об этом сообщалось в симбирских губернских ведомостях за 1870 год. Сколько лет просуществовал оркестр, сведений не сохранилось. Но сохранилось то духовное пламя, которое спустя полтора века горит в наших душах и сердцах и в сердцах музыкантов Государственного Духового Оркестра Держава. Субтитры создавал DimaTorzok